Всем привет! Впервые на моем канале Castle Story. Для тех кто не знает, это стратегия про мягких желтых человечков, бриктронов. Они умеют строить и воевать. Игра недавно вышла в релиз, получила несколько значимых обновлений и на мой взгляд выглядит просто замечательно. Самое главное, что игра обрела отличные возможности для сетевых баталий и именно сетевые партии, на мой взгляд, раскрывают весь потенциал этой игры. Поэтому в этом видео я не буду вам показывать основы развития, а сразу же покажу самое суровое. Командную сетевую игру 2 на 2 игрока. А чтобы вам было понятнее, я буду пояснять все, что я делаю. Вот мы и загрузились. Строиться мы пока не можем. Ждем пока загрузятся другие игроки. Можно осмотреть карту. Для этого использую режим свободной камеры. Так, ну все, карту мне дали. Строительство разрешили. Сразу же задание на рубку леса. Растяну побольше, чтобы всем хватило дерева. И сразу же ставлю пенечков. Побольше. Чем больше пенечков, тем меньше у меня дерева, бревен будет на складе. Склады ставлю рядом с кристаллом, рядом с ресурсами, чтобы рабочим не приходилось далеко ходить. И еще один участок складов для дальнейшего развития. Я его сделал отдельным заданием, чтобы можно было притормозить, если дерева не хватит. Также отдельное задание на откацкие станки. Их надо разместить между травой и складами, чтобы рабочим меньше ходить было. И кнопочкой табулятор к этому же заданию добавляю верстак для производства лучников. Где-нибудь здесь. Тоже рядом. Нет, здесь будет мешать. Поставлю в ряд еще парочку. И в это же задание добавлю стойки для оружия. Наверное, штучки 4. Не торопятся у меня, ребята, склады делать. Проблемы с производством дерева? Да нет, вроде бы уже все решилось. Ладно, тогда задание на добычу травы рядом с ткацким станком. Добывать они начинают из центра, поэтому центр надо ставить поближе. Приоритет повыше ставлю средний. И сразу же веревки и полотно делать. Давайте, ребята, за работу мне нужны луки. А вот задание на дерево надо уже уменьшать. В принципе, у меня уже склады почти построились. Да, осталось стойки с оружием. Ну, полностью выключать не буду, но немножко уменьшу. Чтобы меньше заданий висело и меньше людей рубило лес. Так, ну вроде с деревом у нас все нормально будет. Нарубленного хватит. Так, отлично, стойку оружейную построили. Можно луки заказывать. Сразу парочку. А лишние стойки я, наверное, лучше уберу. Дерево у меня не так много. И верстак пока лишний. И людей у меня немного, чтобы кучу луков настроить. Пусть пока так делают на одном верстаке. Притормаживает немножко движение карты в сетевой игре иногда. Но скоро новый патч как раз с сетевыми исправлениями. Надеюсь, это поправят. Посмотрим пока что у нас у союзника. О, ребятки, у меня союзник какой-то не очень эффективный, похоже. Ребята сидят. Пенечки строить надо, пенечки. Ладно, что с него взять. Надеется, придется только на себя. Очень печально. Значит, надо строить оборону, наверное, уже. Сразу же дам задание на строительство вардов. Для защиты кристалла и базы. Дистанции у них хватит для того, чтобы как раз всю нашу базу защитить. И для строительства этих вардов отдельным заданием обязательно ставлю алтарь. Куда-нибудь поближе. Отдельным заданием я его ставлю, чтобы можно было убрать приоритет в ноль. Вот так. Все равно пока нет железа, мне его не построят. Кстати, по поводу железа и серы, надо уже начинать расставлять задания на добычу. И снижать приоритет до нуля на них. Я не хочу, чтобы рабочие добывали их и тащили мне на склад. Мне на складу они не нужны. Построю печку, для этого мне нужен камень. Ну и задание на печку. Желательно расположить где-нибудь между серой и железом. Чтобы и оттуда, и оттуда было близко носить. Ну вот здесь нормально. А верстак у меня уже один не справляется. Копится веревка, полотно. Надо ставить еще один. Где-нибудь рядышком тоже. Ну вот здесь нормально будет. Рядом со стоечками, чтобы недалеко бегать. Так, а тем временем что у меня? Куда весь камень уходит? А камень у меня еще даже не добывают. Непорядок. Надо что-то с этим делать. Положи дерево. И вручную назначу его на добычу. Главное потом не забыть снять. Так, строительство в алтаре. Еще открывать рано. Еще железа нет. Можно уже открывать добычу железа. Скоро печки построят. И серы. Как раз к этому времени несколько порций принесут. Растения все тут вроде выгребли уже. Надо передвигать задание. Куда-нибудь недалеко, чтобы недалеко было бегать. Вот здесь повыше. Тут их конечно мало. Быстро выгребут. Но главное не забыть потом еще раз подвинуть. Так, все. Камень пошел копиться. Отлично. Сейчас построят печку. Один человек строит. Железо добывают. Все, понес. Камушек отлично. Поставлю сразу задание на кузницу. И закрою его тоже. Ага, так. Веревки, полотно. Все на складе есть. Надо заказывать еще комплектов лучников. По два на каждом верстаке. Так, что там с травой? Шесть стучек осталось. Ну, я думаю, уже можно передвигать куда-нибудь вот здесь. Так, нет. Тут совсем мало травы. Еще на горе задевают. Они иногда бывают тупят, когда в зону попадает трава на горе. Надо ее куда-нибудь передвинуть, это задание. Сделаю сразу побольше, чтобы долго не обращать внимания. Так, камушек несут уже. Наконец-то печку начинают строить. Камня много. Можно уже открывать алтарь. И тормозить задание на добычу камня. Даже, наверное, сразу удалю его. Пока мне оно не нужно. Так, пока ребята все делом заняты, можно попробовать наметить оборону базы. Стену. Я думаю, в три ряда хватит. Дырку под дверь сразу в середине намечу. Так, по-быстренькому, главное, макетик. И с этой стороны. Очень неприятное место. Так, ты куда камень понес? Стой, положи. Стормозим задание. Строить пока не надо. У нас камня лишнего нет. Так, здесь быстренько надо накидать задание. Попробую построить стенку поближе, чтобы варды доставали, защищали вход. Враги все равно смогут спрыгнуть с утеса отсюда. Пускай прыгают, зато обратно-то залезть не смогут. Как раз пойдут на нашу базу, на варды. Главное, чтобы варды успеть построить. Так, тут кубик не нужен. Неудобное место под наклоном. Так, ну, вроде как пойдет. Я думаю, дверь даже пока тут не нужна. Ну, пока все, выключаем приоритет. Так, железа мне натащили уже слишком много. Надо убирать его добычу. Закроем пока временно. И поставлю на выплавку. Так, на алтарь не хватает серы. Почему ее никто не добывает? Средний приоритет. Так, все, лучники 4 штуки есть. Еще заказываю 2 комплекта. Так, здесь сейчас доделают, еще 2 закажу. И нужно уже делать еще стойчик с оружием. У нас уже подходит к концу место. Так, и дерево у меня кончается. Надо увеличить добычу. Ну, так слегка. Угу, угу. Восьмая минута. Что у нас? Вроде все задания есть. Камни есть. Все есть. Надо бы дождаться строительства алтаря. Как-то они неохотно его строят. Вроде все ресурсы есть. Увеличу приоритет. Может быть, побыстрее построят. Так, дальше. Что у нас с обороной? Здесь, может быть, тоже дверь сделать. Все-таки кристаллом там бегать. Ладно, попробую тут дырочку проколупать. Так, а здесь местность наклонная. Надо землю выровнять придется тоже. Добавлю задание выравнивания земли под дверь. Я думаю, шесть клеточек тут будет достаточно. Пройдут. Ну и все. Так, а хотя нет. Надо кубик еще тут поставить. Не зря у меня рука тянулась. Чтоб третий этаж могли построить. Новый рабочий у меня. А что там у союзника у нас? Вроде бы строиться начал, но еще не сильно активно. Но я думаю, что уже пора делать вылазку к врагу. Девятая минута. Так, пара лучников давайте, идите. Железо положи. Так, если железа много, открываем кузницу и заказываем вардов. А то серый тоже уже весь склад завален. Надо тратить. Шесть штучек вардов закажу. Отлично. Так, все. Положи железо. Все, бери лук. И ты тоже. Положи железо. Да положи железо. Ну куда ты берешь? Все, бери лук. Так, ну все, побежали. Пора мешать врагу развиваться. Ух ты, какие у него стены красивые, бревенчатые. Так, а у этого уже каменные. Враги очень быстро строят оборону. У меня еще даже стены я не начал строить. Надо побыстрее варды делать, а то придут и вынесут меня. Так, одну кузницу, наверное, остановлю. Или на стекло перевести. Не, стекло мне пока не нужно. Чтобы железом не заваливали, одну кузницу остановлю. Мне одна справится вполне. Так, ну и еще побольше комплектов луков закажу. Перед уходом. Так, все, ребята готовы. Двух сюда пошлю. А двух? А двух тоже, наверное, сюда. Враг дверь не успел поставить. Отлично. Надо было ему застроить сразу всю стену, пока все равно наружу не бегает. И стойки с оружием пустые. Вот я ему сейчас не дам принести ни одно оружие на стойке. И что он делать будет? Интересно, он вообще видит, что я ему кристалл захватываю? Вот сейчас смешно будет, если желтый проспит захват своего кристалла. Че ж вы в него стреляете-то, а? Все равно ж не пробиваете. Давай, 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 захватывай быстрей, 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 быстрей. Ах, не дали захватить чуть-чуть. Все, прогоняют меня. Убегаем. Так, убегаем, убегаем, убегаем. У меня тут уже двое подошли. И встречаем. Давайте, ребят, стреляйте по ним. Я буду этими двумя водить их по кругу, а нижними расстреливать. Так, все, в спину им, в спину. Так, догоняем их. Я ему так и буду мешать работать. Стреляем. Есть следующий. Так вот, даже вы в кристалл стреляете-то, по рабочим надо. А куда они убежали? Строить пошли, отлично. В рабочих, в рабочих надо стрелять. Вот так, вот в того. Че-то он, по-моему, растерялся немножко. У него рабочие встали. А, он че-то в чат пишет. Рабочие достаточно быстро воскресают, но если их оперативно уничтожать, то можно их численность уменьшить до такой степени, что можно будет успеть захватить кристалл. Давайте, давайте, давайте. Два рабочих осталось. Итого, на полочке. Так, все, быстрее, быстрее, захват, пока никто не родился. Не стреляйте вы пешком сюда, бегите. Так, красненькие уже. Рабочие. Так, сейчас мы их расстреляем с утеса. Вставайте. И расстреливайте красного. Да куда ж вы в кристалл стреляете? Давайте, красного, красного. Блин, я по нему не попадаю. Надо быстрее уничтожать оранжевого. Интересно, красные смогут сбить захват? Ай, красные не дают захватывать. Все, убегаем. А то мне сейчас лицо набьют. Красный пришел спасать оранжевого. Командная игра все-таки. Так, а если у него все рабочие сейчас заняты беготней за мной? У него база без защиты. Надо у него на базе какую-нибудь диверсию устроить. А у меня ни одного комплекта рыцаря нет. Ну, попробую рабочему разворотить стену хотя бы. Так, в спину им в спину. Они убегают. Странно, что они убегают к оранжевому, а не к себе домой. Ну, это хорошо. Оранжевый уже сильно приотстал в развитии. А красного вот эти вот все побегушки очень сильно притормозят. Странно, что он именно всех рабочих сюда привел. Так, а за стенами я в него стрелять-то и не могу. В засаду встал ты, смотри, а. Интересно, побежит сейчас за мной. Залп. Давай, 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 убивайте хотя бы одного. Есть. Все, убегаем. Ага, он за нами опять не пошел. Ага, не пошел. Ну, так по одному я его потихонечку и выманю. О, желтому в лицо надавал. Так, ладно, мне тоже в развитии надо не отставать. Закажу немножко рыцарей. Пару комплектов. И, наверное, комплект мага для лечения, а то у меня лучники уже битые. Зачем в стойку с оружием стрелять? О, ребята выбегают. Отлично, отлично. Бегите за лучником. Так, это не, конечно, это не компьютер. Они бегать-то за тобой не будут. Но лучников надо пошире поставить. За всеми не угонятся. Беги, Форест, беги. Половина ХП осталась. Давай, 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 давай. А этот-то здоровенький, он выживет. Ну, тоже побегаем. Так, ну, у рабочих красного мы, считай, развалили. Может, это у него идея такая была. Телепортнуть рабочих на базу. Патрули немножко желтого в чате. Проблемки желтый. Так, все, он на меня накинулся. Надо это дело прекращать, болтать. А то сейчас лучника чуть не потерял. Ай, один застрял, проблема. Теперь у меня. Уходим, уходим, уходим. Так, а желтый умнее, он не выбегает за мной. Так, ладно, надо самому тоже развиваться. Кристаллики какие-нибудь захватывать. А то я врагов-то торможу, а сам тоже не развиваюсь. Побольше закажу. Даже, наверное, отменю все задания и сразу варды закажу. Варды это важнее. Так, продолжаем желтого прессовать. О, железо несут. Отлично, отлично. Навлицо. Добиваем этого. Чего ж они в кристалл-то стреляют. Так, ладно, один пошел на захват кристалла. Остальные попробуют отвлечь рабочих. Стреляйте. Не попасть по бегущим. Автоматически огонь они открывают по кристаллу. Надо их отвезти подальше, чтобы они кристалл не видели. А вот, стреляйте по рабочему. Отлично, захватываем. Стреляйте как-нибудь, убивайте его. Во, еще немножечко. Еще чуть-чуть. Там они отвлеклись. Сейчас захватим. Ну-ну-ну-ну. Опять не дали. Ладно, отходим, отходим. Так, ребята, ну куда вы стреляете в какой-то склад? Так, все кучкуемся и расстреливаем тех, кто защищает кристалл. Давайте все вместе. Раз. Раз. Есть один. Отбегают. Правильно, бегите. А мы пока захватим их двое. Пока следующий не появился, у нас есть возможность хоть как-то позахватывать. Добивайте. Еще. Есть, есть. Последний остался. Он все равно сам придет, ему надо будет кристалл сторожить. Ладно, пока посмотрим, что на базе у нас. Что делать-то? Систему, что ли, построить пока? Лучше, наверное, этот участок открою. Ладно, ребят, построите пока. Так, еще деревца надо. Ткани мало, веревок много. Надо переключить на ткани этот тоже. И трава у вас кончилась, да? Передвинем немножко. Так, что? О, отлично. Оранжевый готов. Все, покинул чат. Замечательно. Теперь надо потихонечку на красного идти. Союзник мне, интересно, в этом поможет. Я думаю, вряд ли что-то у него не сильно хорошо все на базе. Так, лучников у меня еще почти четыре комплекта готово. Пошли смотреть, что у красного там на базе творится. Аккуратненько подходим. Может быть, на варды сейчас нарвемся. Так, а где? Где оборона? Стена хорошая стоит. А где бойцы? Так, ладно. Стену можно обойти. Построить лесенку, например. Пока его лучники отвлекать будут его рабочих. Так, лучниками можно стену расковырять? Хе-хе, нет. Стрелы втыкаются. Давайте залазьте. Тут вроде ступенька небольшая. Давай, запрыгивай. Давай же. Ну-ну. Давай, запрыгивай. Вон тут рядом. Один блок. Давай, давай, давай. Так, ладно. Похоже, мне лучниками здесь не пробраться. Что у меня там на базе? Рабочий уже несет камень лесенку строить. Но это долго, долго. Надо взять свободного рабочего, пустого. Так, ладно. Положи комплект лучника. И побежали. Сейчас я приведу рабочего и просто расковыряю ему стену. Я думаю, что он не сможет мне ничего противопоставить. Так, а вот рабочий подбежал. Враги пытаются строить стену, а мои лучники им не дают. Надо начинать ковырять стену. Я думаю, с нижнего кирпича, чтобы все верхние обвалились. Камни собрал в мешок и выкинь тут же. Брось. Все, и сразу следующий начинай ковырять. Отлично, верхний обвалился. Все, лучники стрелять могут. Но там, похоже, прохода нет. Надо еще один отковырять. Так. Лучше нижний сразу начинай. Блин, он мешок с камнями набрал. О, враги нападают. Убегаем. Стреляем. Держать строй. Есть, одного забрали. Анимация-то, конечно, у них то, что они падают. Но, вон, видно, что хпшку лучника тратится. Все-таки дерутся. Куда мой рабочий побежал? За камнем? Ха-ха, он здесь камень взял и сейчас, наверное, построит лесенку. Шикарно придумал вообще. Так, ладно. Больным лучником побегаю. Давайте, расстреливайте их побыстрее. Были бы у меня рукопашники, я бы уже давно бы это тянул. Так, опаньки, зеленый. Зеленый побежал. В бой. Ковырять вражеский кристалл. Или я вам не за кристаллом камень подобрал? Что творит зеленый? А, ну, в общем, да, он захватывает кристалл. Ну, в общем-то, все, да. Вроде как, победа. Зеленый захватывает кристалл. Все. Конец. Красный вышел. Красный был сервер, и у нас бой закончился. Ну что ж, глядя на прошедший бой, могу отметить то, что я был совершенно не готов к тому, чтобы ковырять вражескую стену. Из-за этого конец боя очень затянулся. Также мне в этом бою повезло, что желтый оставил дырку под дверь в своей стене. Если бы он застроил ее наглухо, я бы пришел лучниками, постучался, развернулся и ушел. Также красный допустил ошибку, что пришел к желтому на помощь. На мой взгляд, ему стоило укреплять базу и строить войска. Тогда бы он уже меня встретил за стенами и во всеоружии. Потому что кроме подстроенных четырех лучников, у меня, в общем-то, больше ничего и не было, чтобы с ним воевать. Базу я забросил, и она у меня ничего не производила. Ошибок было много, как с моей стороны, так и со стороны противника. Но я получил огромное удовольствие от игры. Это была моя первая сетевая партия в эту игру. Я надеюсь, что вам тоже понравилось смотреть. Для меня важно ваше мнение в комментариях. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Пока.